Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать невероятно красивые и техничные идеи из товарищеских матчей двух сильных шашистов. Международного гроссмейстера из Белоруссии Евгения Кондраченко, вице-чемпиона мира всем известного, и лидера африканских шашистов мастера Вильяма Чинзеви из Замбии. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить как раз тренера многих африканских шашистов Джейка Катчера за предоставленную литературу и то, что он с ними занимается. Он внес большой вклад в развитие шашечного спорта, по крайней мере, на африканском континенте. Ну и первая партия, друзья. Белыми играл Вилли, черными Евгений. АБ4, БЦ5, БА5, СБ4. Вот такая жеребьевка выпала шашистам, и Вилли предпочел напасть. БА3. Ну, конечно, можно в этой позиции разменяться. ДЕ5 и СД4, либо ЕД4 с более приятной игрой у черных. Но Евгений, так скажем, хочет пойти на игру и путает Вилли, играет ФГ5. Теперь Вилли играет ЖА4. Ну и после хода ЖА4, все сводится к дебюту обратный колл с разменом на Б4. Также очень хорошо известное продолжение. Поэтому Евгений снова начинает путать своего юного соперника и играет БА3. И меняется в центр. Ну и тут хорошо было за Белых просто разменяться ЕФ4. Но Вилли пытается активизировать бортовую шашку. Ну, в принципе, неплохой ход. АЖ3. Евгений играет ЕД6, строит колоночку. И Вилли играет ЖА4. Естественно, ЕФ4 уже плохо смотрелось из-за размена двойного. АЖ5 и ЕД4. Ну и у черных более приятная позиция, на мой взгляд. Поэтому Вилли сыграл ЖА4. Черные играют АЖ7, развивают свой сильный левый фланг. И вот в этой позиции белые играют ЕД4. В принципе, это уже ход опасный. После СЖФ6, ДЕ3, СЖ5. Белые играют ФЖ3. И в этой позиции черные уже могли победить. То есть, все-таки охват здесь со стороны черных очень сильный. Евгений играет ФЖ7. И после хода ЕД2. Здесь он не прочувствовал позицию. Он разменялся ЕД4 и выпустил соперника. А выигрыш здесь был. Надо было разменяться СБ6. Ну и после хода ЖА2. Вынужденного. Ну, меняться назад бесполезно. Из-за ДЕ5 было. Допустим, играем ЖА6. И вынуждаем белых меняться. Снова меняться назад плохо. Будет охват. Тем более, у нас, видите, застряла ША1. Поэтому белым приходится меняться вперед. Теперь черные делают нестандартный ход. БЦ7. То есть, в чем идея. Видите, нельзя играть БА5 из-за жертвы. Белые временно жертвуют ША5. ДЦ5. Играют СД4. И угроза ФЕ5 неотразима. Там возникают примерно равные позиции. Но черные препятствуют вот этой жертве. И играют четкий ход БЦ7. Уже приходится жертвовать СБ4. И играть, допустим, ДЦ3. Черные смело меняются. ФЕ5. И видите, бесполезно проводить удар. Потому что дамка белых будет тут же поймана. Ну и черные легко победят. За счет лишней шашки. Поэтому, после размена, белым приходится играть СД2. Тогда черные играют СБ6. Снова бесполезно проводить удар ЕД4. Так как дамка будет поймана. А на нападение СД4 не надо играть СБ4. Там будут ничейные позиции. Надо закрыться СБ6. Не давая размена ФЖ5. Ну и теперь на вынужденный ход АБ2 уже смело играем СБ4. То есть стоит угроза. БЦ3. На ход БА3 Проводим удар. Играем БЦ3. Затем АБ4. Ну и легко выигрываем. Вот такой выигрыш был у черных. Евгений же в этой позиции решил сыграть нестандартно. И сыграл ЕФ4. Мне кажется, это ошибка все-таки. Теперь уже инициативой владеют белые. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивый комбинационный вариант за белых. Белые неожиданно играют ДЕ5. Приходится бить две шашки. Потому что бить одну назад нельзя из-за комбинации. СБ4. ДЕД4. И белые попадают в дамки и легко выигрывают. Естественно, международный гроссмейстер это увидел и побил на Ф2. Белые бьют на АШ8. Ну и в партии Евгений ошибся. Он сыграл ФЖ3. И повел шашку на АШ2. Белые играют АШ7. Видите, нельзя ставить дамку, потому что белые просто сыграют на АШ8. И дамка черных будет поймана. Поэтому приходится играть, ну допустим, ДЕ7. Белые играют на Д4, выжидают. Ну и после хода СД6 Вилли разменялся АБ6. И как видите, черные никогда не смогут поставить дамку. Поэтому Евгений здесь сдался. Но справедливости ради хочу отметить, что все-таки в этой позиции еще у черных была тяжелейшая ничья. Кстати, далеко не очевидная. В этой позиции надо было сыграть, именно поставить дамку на поле Е1. Ход кажется несуразным, потому что у белых есть сразу же два хода, чтобы поймать дамку черных. СБ4 и СД4. Давайте разберем их оба. Если белые играют СД4, тогда черные бьют, ну допустим, на Ф6 или Ж7. И после того, как белые бьют дамку и шашку, черные, видите, ловят дамку белых. Меняются 2 на 2. И здесь оппозиция в пользу черных. Белые победить не могут. Партия заканчивается ничьей. Если же белые делают более сильный ход СБ4, тогда черным надо бить только на С5. И вот здесь у белых снова заминка. Был бы ход черных, белые бы легко победили. Получился такой цукцванг, мини цукцванг. То есть очередь хода невыгодна. Ну и как бы белые не играли, все-таки черные достигают ничьей. Если просто сыграть на Б2, то после разменов снова черные ловят, видите, дамку белых и партия заканчивается ничьей. То есть так играть бесполезно. Если же белые играют, допустим, ДЦ3, такое серьезное продолжение, тогда черные играют СД6 и грозят поймать дамку белых после ДЕ5. Поэтому белым приходится отдавать шашку. Ну лучше всего сыграть СБ4 и затем сыграть на С3 с идеей нападения на шашку Ф4, загнать ее на Х2 и затем уже обрезать шашки черных по большой дороге. Но черные здесь достигают все-таки ничьей. Они играют ДЦ5 и в ответ на нападение просто уходят на бортик. И здесь в чем смысл? Видите, нельзя играть на... занимать большую дорогу, потому что дамка белых будет поймана. И белые здесь даже проиграют. А после хода на Х4 вынужденного тогда черные уже играют СД4 смело и партия заканчивается ничьей. Такие интересные варианты. Следующая партия белыми снова играл Вилли черными Евгений. Соперником выпал следующий дебют. ЖХ4 ДЦ5 ХЖ3 ФЕ5 Вот такая жеребьевка. Обязательные ходы. Белые начинают окружение центра черных СБ4 черным лучше всего разменяться СД4 Ну и после БА5 черные играют ЖФ6 развивают свой сильный левый фланг. Здесь конечно же хорошо было за белых сыграть АБ4 Центр черных все-таки рыхловато Видите у них застряла шашка на Х8 Шашка Д4 будет подвержена окружению поэтому преимущество здесь у белых А Вилли в этой позиции разменялся БЦ3 Это конечно же ошибка. Как сказал бы гроссмейстер Владимир Вигман это экологический неверный ход разрушающий позицию белых. Черные смотрите тут же перехватывают инициативу играют АЖ7 и грозят сыграть ЕФ4 поэтому поэтому белым приходится уходить на бортик ЦБ4 Когда черные активизируют свою бортовую шашку А6 играют АЖ5 белые допустим играют ДЦ3 и черные полностью оккупируют центр ЖФ4 приходится закрываться ЖХ2 и черные смело активизируют и вторую отсталую шашку А7 играют АБ6 Но в этой позиции все-таки у белых была ничья Надо было разменяться СД4 и побить с перебоем Но здесь конечно позиция черных более приятная за счет обладания центром Белым надо уравнивать позицию Но все-таки ничья была А Вилли в этой позиции снова совершает ошибку Играет ЕД2 Это уже фатальная ошибка Здесь черные красиво побеждают Они меняются БЦ5 Ну и стоит простенькая ловушка То есть на СБ4 проводим комбинацию Играем ЖА6 Затем ФЖ5 Затем попадаем в дамки Ну еще до кучи бьем две шашки И легко выигрываем Естественно Вилли заметил этот несложный ударчик И играет ФЕ3 Единственный ход Тогда черные красиво побеждают Можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивый выигрыш за черных Черные неожиданно играют Ед4 Именно так Видите Черные грозят побить на Б2 Поэтому у белых единственный бой бить С на Е5 Когда черные бьют две шашки После всех разменов они полностью занимают центр и выигрывают В партии еще было ДЕ7 ДЕ3 Размен ЖФ6 ХЖ3 СД6 ЕД2 БЦ7 ЖФ4 Шашки что-то у меня прыгают Черные играют ФЕ5 Ну видите приходится играть ФЖ5 Единственный ход Тогда черные дальше идут То есть основная беда белых здесь это разрыв по флангам Белые играют ЕФ4 Снова единственный ход И на нападение ДЕ3 Видите Нельзя играть ЖФ6 Потому что у белых не будет темпа для поимки дамки Поэтому приходится играть ДЦ3 Единственный ход Тогда черные смело идут к дамке ЕФ2 Здесь Вилли еще посопротивлялся Красиво отдал две шашки и напал сразу же на две Цветноте конечно может запутаться Но Евгений здесь провел тоже симпатичную комбинацию Также можете поставить видео на паузу и попытаться ее найти Черные красиво возвращают две шашки белым Затем отдают еще одну шашку и затем проводят свой финальный удар с выигрышем Именно так и закончилась партия Так Следующий фрагмент партии Белыми играл Вилли Черными Евгений Ход Черных Здесь в этой позиции у черных есть два хода В партии Евгений сыграл ЕД4 но был возможен ход ФЕ7 Посмотрим их оба После ЕД4 белые играют ЕФ4 Ну и нет простого нападения ФЕ5 из-за хода ЖАЖ2 и черным некуда ходить Если же черные допустим жертвуют шашку ДЕ3 как и было в партии играют СД4 Здесь белые красиво побеждают Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых Здесь выигрывает контрудар или присоска Это как раз стиль Евгения уже Вилли перенял То есть играем смело ДЦ3 То есть грозим побить на Ф6 Поэтому черным приходится бить на Б2 Тогда белые играют БЦ5 и постепенно побеждают за счет лишней шашки Дальше можно не разбирать Второй возможный ход был в этой позиции ход ФЕ7 Мне кажется даже более сильное сопротивление Тогда белые играют ЖФ2 И черным надо жертвовать шашку Ну СД4 жертвовать бесполезно и играть ЕФ4 Потому что белые просто разменяются ФЕ3 Ну и после вынужденного АБ2 играют СБ6 Да черные ловят дамку белых Ну видите У белых здесь получается 3 лишних шашки Они просто ведут шашки в дамки Ну и здесь должны легко победить Тут никаких затруднений у белых с реализацией нет Но у черных в этой позиции есть более сильный план Можно пожертвовать шашку в эту сторону и сыграть СД4 И здесь снова можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белый Он далеко не очевидный Очень красивая вещь тоже То есть черные пожертвовали шашку Мы возвращаем лишнюю шашку Приходится бить на Б6 И неожиданно сами жертвуем шашку Играем АЖ7 Ну и уже скромно меняемся И выясняется что 4 шашки черных Вернее 4 шашки белых с легкостью справляются с 5 шашками черных Черным остается только сдаться Вот такая интересная позиция Следующий фрагмент партии Здесь уже Вилли Чинзеви демонстрировал чудеса защиты Белыми играл Евгений У черных очень слабая позиция Белая игра от ФГ5 То есть гамбитная позиция У черных видите переразвитие Партия что называется висит на волоске Черным приходится меняться ФГ7 Обратите внимание что надо бить только назад Вилли побил правильно но вперед размен уже проигрывал Почему Белый играет ну допустим ЖХ2 ну и на ход ЖХ6 просто играет Ж3 Теперь бесполезно играть СБ4 поэтому черный играет ФЕ5 Ну и здесь напрашивающийся размен ЕД4 все таки введен к ничьей то есть черный пожертвует шашку и успевает пробежать по большей дороге здесь они достигают ничьей но белые все таки могут победить вот такой симпатичный выигрыш смотрите играем ЖФ4 ну и на ход ДЕ5 играем ХЖ3 черные еще сопротивляются жертвуют шашку ДЦ5 и играют ХЖ5 но у нас шашка лишняя мы ее отжертвуем обратно и играем ДЕ3 с угрозой нападения ЖФ4 поэтому черные сами вынуждены напасть тогда отходим на вынужденный ход СБ6 или СД6 тут без разницы уже играем ЕД4 черным надо меняться лучшего нет ну и тогда просто идем по центру СД4 СД6 нападаем ДЕ5 надо отходить ДЦ5 играем ЕФ6 ну и на ход СД4 ведем шашку в дамки то есть видите бесполезно играть ДЦ3 так как белые поставят дамку ну и черные даже не успеют до дамок дойти она будет тут же поймана поэтому в этой позиции черные еще могут пожертвовать шашку и сыграть HG3 но белые здесь тоже побеждают они играют ДЕ3 ну и в ответ на ход ЖХ2 играют ЕФ4 точный ход то есть затем ставят дамку на H8 проводят шашку Ф4 в дамке и создается известное окончание проводка шашки С1 я уже довольно таки давно разбирал это окончание так что кто не знает как здесь выигрывать ссылочку оставлю в верхнем правом углу посмотрите это окончание очень важно его надо знать 7 шаши разобрали размен вперед уже проигрывает надо бить только назад так и побил Вилли белые продолжают давление играют ЕФ4 черные развивают свой сильный левую фланг ЖФ6 белые играют ЖФ2 черные играют ФГ7 белые играют ДЕ3 ну и на ход ЖХ6 белые играют СД4 ну и все кажется что черным уже остается только сдаться здесь есть 3 хода то есть АБ4 ДЕ7 ну и еще один ход попробуйте его найти сами то есть смотрите напрашивающийся ход ДЕ7 уже здесь проигрывает из-за несложной комбинации то есть после размена пропускаем черных дамки затем отдаем еще одну шашку ну и затем проводим свой финальный удар в принципе несложная но симпатичная комбинация естественно так нельзя играть после АБ4 этот ход также проигрывает то есть черная игра БЦ3 здесь белым важно разменять шашку Ф6 вот таким образом играем ФЕ5 ну и на ход СБ2 играем ФЕ3 то есть грозим сыграть ЕФ4 и зафиксировать слабость черных на А6 там легко выигранный Эншпиль если же черные жертвуют шашку и нападают на нее то здесь единственный выигрыш надо вести шашку С5 именно в дамки и затем заиграть ДЦ7 то есть мы затем проводим шашку С7 дамки и затем Б6 ну и здесь создаются выигранные окончания они не такие простые но углубляться в них не буду потому что видео сильно затянется поверьте это окончание все выигранное ну и наконец в партии Вилли обнаружил потрясающий ход который был все таки продемонстрирован в журнале шашки 1988 года черные очень красиво добиваются ничей можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за черных черные играют ФЕ5 ошеломляющий ход куда бы белые не побили черные достигают ничей но бесполезно бить на Ф6 черные просто играют АБ4 ну и затем проходят в дамки там у черных проблем нет если же белые бьют две шашки и играют ФЖ3 здесь еще нужна небольшая точность то есть надо точно сыграть ДЦ7 ну и партия заканчивается ничей а вот ход ДЕ7 проигрывал из-за позиции то есть белые менялись ЖФ4 я кстати друзья как-то получил подобную позицию за черных и сыграл именно ДЕ7 так что видите даже опытные игроки попадаются на эту мульку то есть ну и здесь как бы черные не играли белые занимают оппозицию то есть ЕФ6 допустим ЕД4 ХЖ5 ФЕ3 ну и на ход ЖХ4 играем ЕФ4 приходится жертвовать шашку и играть ХЖ3 то есть белые снова видите проводят две шашки в дамке и снова друзья создается проводка шашки С1 так что вот такое важное окончание кто не знает обязательно посмотрите ссылочку я уже оставил ну и наконец последняя партия на сегодня самая красивая вот такая жеребьевка дебюта выпала ребятам летающая шашка то есть белая А3 улетела на А4 черная А6 улетела на А3 ну и здесь на самом деле то есть обычно мы развиваем свой сильный левый фланг здесь видите у белых и у черных наоборот сильный правый фланг гамбитные позиции то есть черные сыграли ЖФ4 белые сразу же играют ФЕ5 то есть не дают сыграть ФЕ5 из-за удара ЕД4 и черные останутся с лишней шашкой но здесь можно было закрыться ФЖ3 можно было разменяться СД4 но Вилли сыграл АЖ3 в принципе так играть можно черные играют БА5 ну и на ход АЖ5 уже начинают развивать фланг играют ЖФ6 приходится отходить Ж6 и черные играют СБ6 но здесь также очень сильно можно было закрыться АЖ7 с преимуществом то есть вместо СБ6 можно было сыграть АЖ7 и на ЕД4 можно было разменяться в принципе вот таким образом с более приятной игрой у черных но Евгений не захотел разменивать шашки ну и кстати не напрасно это сделал то есть он сыграл именно СБ6 Вилли уже играет ЕД4 ну как-то надо развивать свои шашки и черные меняются назад БЦ5 белые играют ФЕ3 и черные играют АБ6 снова Вилли нападает связывает шашки черных ЕД4 это не ошибка друзья это еще нормальный ход но вот после хода Б7 все-таки Вилли допускает неточность он сыграл ДЕ3 в этой позиции белые еще могли достичь уравнения надо было четко разменяться ДЦ5 видите на Б4 бить нельзя так как белые попадут в дамки поэтому приходится бить на Д4 тогда белые проводят размен 2 на 2 ну и здесь на самом деле компьютер показывает что у белых даже более приятная позиция то есть у черных переразвитие но правда у белых застряла шашка на 1 в принципе это интересная позиция можно играть за белых ну вот после хода ДЕ3 здесь уже чаша весов все таки качнулась в сторону черных Евгений тут же разминивается ДЦ5 и бьет именно на фланг белые также меняются назад то есть запасаются темпами запасными извините за автологию черные играют АЖ7 ну и ловят белых на ударчик то есть на ФЖ3 будет размен уже АБ4 и АБ6 ну и там преимущество будет у черных поэтому Вилли играет ЖХ2 черные играют ФЕ5 уже здесь развивают свой уже видите позиция переменилась здесь уже развивают сильный левый фланг ну и на ход АЖ3 играют ЖФ6 далее в партии последовало ЖХ4 АБ6 ФЖ3 ну естественные ходы как бы тут все понятно и черные делают точный ход ДЦ5 здесь у белых настали трудные времена то есть приходится меняться назад черные играют ЕД6 и возникает критическая позиция в партии Вилли нашел точный план уравнения он разменялся ЦБ4 отмечу зелененьким а вот ход ЦД4 уже красиво проигрывал то есть это пошел как раз анализ Евгения Кондраченко он как-то на стриме всем нам показывал ну и пользуясь случаем покажу еще раз так Евгений выиграл у сильного якутского гроссмейстера Гаврила Колесова то есть черные неожиданно играют АБ4 и стоит простая угроза БЦ3 и черные останутся с лишней шашкой поэтому белым приходится проводить комбинацию БЦ3 затем ДЕ5 и затем ФЕ3 ну и как бы черные не побили белые бьют 4 шашки то есть отдали 4 забрали 4 кажется позиция ничего особенного но на самом деле здесь у черных выигрыш играем ДЦ7 точный ход то есть видите на ход ЦД2 мы здесь красиво жертвуем шашку ЦБ4 и скромно играем АБ2 ну и как бы белые не играли они здесь проигрывают есть два хода ЦБ4 и ЦД4 после ЦД4 мы ставим дамку приходится отходить и затем скромно играем ЦБ2 ну и здесь белым остается только сдаться если же в этой позиции белая игра ЦБ4 тогда мы снова ставим дамку приходится отходить нападаем сзади приходится отходить и обрезаем шашки белых по двойнику ну и снова белым остается только сдаться такой анализ как раз вот Евгения Кондраченко но в партии Вилли почувствовал что надо играть ЦБ4 и разменялся это точный ход на самом деле здесь еще у белых возможно ничья теперь черные играют ДЕ7 то есть обратите внимание невозможные ходы АБ2 и ЕД2 ну тут простая идея то есть АБ2 или ЕД2 мы нападаем ДЕ5 ну и после того как белые вынуждены закрыться просто подрываем пункт Е3 и попадаем в дамки тут естественно ничего сложного Вилли это заметил и он играет ФЖ3 здесь уже за черных хочется сыграть ДЕ5 но как ни странно этот ход проигрывает смотрите правильно играть именно ЦБ4 а вот ход ДЕ5 уже проигрывает после ДЕ5 за белых выигрывает присоска сейчас вот друзья разверну позицию за белых покажу смотрите белые неожиданно играют АЖ7 и выясняется что бить на А6 нельзя из-за комбинации то есть СД2 и белые остаются с лишней шашкой после того как черные поймают дамку белых белые здесь легко победят ну допустим ЖФ4 и все можно сдаться поэтому черным приходится бить на С3 тогда что белые бьют на Е5 но эта позиция выигранная за белых смотрите тоже четко Б5 Ж4 грозим сыграть Е6 поэтому черным приходится меняться Е6 тогда мы играем Е4 ну и на ход СД4 а лучшего нет играем Е2 ну черные думают вроде бы ничего страшного жертвуют шашку и грозят прорваться в дамки но здесь следует четкий ход АБ2 и ходить некуда друзья выясняется что ставить дамку нельзя то есть на С1 нельзя ставить из-за ФЖ3 а если черные ставят дамку на Е1 тогда белые красиво побеждают можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых комбинация называется присоска или контур удар опять же стиль Евгения Кондраченко уже фирменный играем ФЖ5 и выясняется что дамкой бить нельзя если побить дамкой тогда белые просто меняются это БЦ3 и оппозиция 2 на 2 в пользу белых то есть белые здесь побеждают если же в этой позиции побить шашкой тогда белые играют БЦ3 снова бить дамкой нельзя из-за этого варианта если шашкой ой если дамкой побить на Б4 тогда белые здесь успевают провести все три шашки в дамке то есть на Б4 играем Ж6 ну и на БЦ3 можно сыграть ФЖ7 ну и на ЕД2 здесь играем точный ход АЖ5 то есть не даем обрезать нас по тройнику ну и белые проводят все три шашки в дамке и побеждают с помощью треугольника Петрова надеюсь все знают как выигрывать тремя дамками против одной если кто не знает ссылку оставлю в верхнем правом углу но надеюсь что таких нет так ну и наконец после ДЕ7 ФЖ3 разобрали ход ДЕ5 проигрывает правильно играть СБ4 именно так и сыграл Евгений теперь белые играют ЖФ4 и в этой позиции черные играют Б5 и ставят белым ловушку в которую и угодил Вилли здесь есть два хода ЕФ2 и ЕД2 оказывается ЕД2 очень красиво проигрывает можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных очень нестандартный выигрыш это идея гроссмейстера Зиновия Цирика черные играют ЖФ6 приходится бить на Б2 и проводят комбинацию ФЖ7 и ДЦ5 ловим дамку белых и сами попадаем в дамки ну и на единственный ход ЕД4 играем дамкой на Б4 то есть с идеей рано или поздно подорвать пункт Ц1 у белых единственный ход ФЕ5 тогда мы отходим ФЖ5 ну и кажется что белые достигают ничей то есть отдаем шашку вроде бы БЦ3 и играем ЕД6 ну и все кажется ничья как тут выигрывать за черным но здесь черные красиво побеждают кто еще не нашел выигрыш можете здесь подумать очень нестандартный выигрыш я кстати показывал идею выигрыша с Иваном Смурковым у нас могла возникнуть вот такая позиция черная игра GF4 идея какая если белая сыграет ДЦ7 или ДЕ7 мы играем ФЕ3 и успеваем побить две шашки белых поэтому белым приходится отходить ДЦ5 тогда черные делают очень трудно находимый ход ФЕ3 непонятный ход ну идея такая объясняю то есть на ДЕ7 или ДЦ7 тут без разницы то есть партия Вилли сыграл как раз ДЕ7 и черные провели комбинацию отдали шашку ЕД2 и затем сыграли АБ2 и красиво победили вот так сплав двух идей сплав идеи гроссмейстера Кондраченко и гроссмейстера Цирика позволил Евгению победить в партии причем очень красиво но если белые это все таки замечают отдают еще шашку СД2 тогда бьем именно на С1 точный бой в другую сторону бить нельзя ну и снова грозит видите уже поддача ЦБ2 поэтому белым надо играть АБ2 тогда черные играют дамкой нападают на шашку Ц5 и после того как белые ее отдают видите грозит нападение с поля Д4 поэтому приходится играть БЦ3 тогда черные играют дамкой на Ф4 ну и после того как белые ставят дамку на Д8 ну на Ф8 видите нельзя ставить дамку потому что она будет тут же поймана деваться некуда то есть тут уже черные побеждают а отдавать шашку вот таким образом и напасть на нее нельзя потому что черные здесь могут даже просто закрыться и видите куда бы белые не пошли допустим заняли большую дорогу дамка попадает в путь и черные красиво побеждают вот друзья это идея гроссмейстера земля церика классик бессмертная классика но все таки в этой позиции белые могли достичь ничьей надо было точно сыграть Еф2 именно таким образом Евгений Кондриченко тут предлагает играть ДЦ5 но там на самом деле ничего особо интересного нет а я нашел вот такой интересный ход черные еще жертвуют шашку БЦ3 и играют АБ4 и расставляют интересную ловушку белым то есть неожиданно выясняется что простые ходы допустим ФЖ3 быстро проигрывают несмотря на лишнюю шашку белые проигрывают то есть мы играем ФЖ5 ну и на единственный ход ЖХ4 просто играем Еф6 ну и видите несмотря на лишнюю шашку белые проигрывают ходить некуда но здесь все-таки белых еще выручают ЖХ4 АЖ7 бьем вперед надо играть ЕД4 тогда играем БЦ3 ну и после вынужденного размена ДЦ5 играем ЕД6 ну и здесь еще в окончании можем подавить за черных то есть у белых единственный ход ДЦ5 ну и здесь проще всего сыграть ФЖ5 ну и после постановки дамки на Д8 единственный ход играем Еф2 Жф2 ну и здесь позиция еще у черных приятная можно подавить выигрыша нет но шашка лишняя друзья вот такие невероятно красивые сложные идеи сегодня показал вам спасибо большое Евгению Кондраченко за материал это в основном все его идеи ну немножко я дополнил своим анализом если вам понравилось данное видео а я думаю оно не может не понравиться то ставьте лайк и подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно отвечу на все вопросы до свидания друзья и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках